Деревня Бахари на проводе. Второй день после приезда на Вишеру. Мы уже добрались с Юрой, с Таней и с Павлом Николаевичем в Бахари. Сейчас у нас пока фотосессионные моменты, пока еще светло. И поедем мы приучать Юру к снегоходу, то он очень боится пока еще. Хотели на полют поехать, но наверно будем просто тут по полям кататься. Зацените сколько снега. Вот вход, там уровень земли под лестницами ниже. А вот собственно сугробы. Так, исторический момент. Шайба. Эпично. Забавно, что мы заехали в деревню, чтобы я обувь переодел. Но я ее не переодел. Сбросили лишний груз в виде собаки. Конечно, трясет просто неистово из-за профиля дороги. Собака за четыре месяца у бабушек с дедушками отожралась. И мы ее приводим в должную форму. В этом нет никакого жестокого обращения. Это нормально для вишерских собак. Небольшое введение в курс дела калининградских друзей и товарищей. Мы сейчас едем на местную достопримечательность. Гору Палют. Дорога до вершины занимает 7 километров в одну сторону. Гору Палют. 7 километров в одну сторону и собственно мы сейчас преодолеваем эти 7 километров в одну сторону вот таким вот прекрасным способом вообще в начале зимы дорога здесь нормальная но из-за того что здесь большое количество извозчиков которые на снегоходе и санях подобной конструкции возят туристов дорога очень сильно страдает из-за этого именно из-за конструкции садей происходит формирование такого рода неровностей вот поэтому самые прекрасные месяцы для того чтобы ездить на полют это конечно какой-нибудь глубокий такой январь в общем глубокая зима но никак не весна с ее утоптанным и очень сырым тяжелым и твердым снегом когда я был юн я участвовал в соревнованиях мы от города на лыжах поднимались до вершины полюда для справки расстояния от города до этой до начала этой дороги еще четыре километра соответственно старт был прямо на реке и финиш находился на вершине горы полют правда сейчас так мы уже не передвигаемся а путешествуем исключительно на снегах воде или пешком чисто ради собственного удовольствия так у нас пополнение у собаки снег набивается между ее собачьих пальцев или как называются эти штуки и она резко сбавляет скорость поэтому было решено ее взять с собой немножко но пойдет я то знаете что вспомнил что я забыл обувь переодеть что я в этих еду это же надо уснуть на снегоходе мы нашли вариант да как его усыплять ты спишь да ты малых аня отдыхай едет шайба шайба и сюда прыгай иди сюда иди сюда шайба шайба иди сюда иди сюда иди сюда все сиди так мы на последнем подъеме на полет вот там вершина под двумя башнями нас технический перекур небольшой а вот вот там внизу город и две такие снежные тучи вот здесь конечно мощный фронт идет довольный сын сын выспался дороге довольно шайба жена довольна по николаевич ты довольны до 2 ход только недовольны чем-то бензину мало что ли мне сказали снять подъем не пусть сама бежит пусть сама идет собаки ладно все шайбу возьму иди сюда давай 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 садись садись все едем а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мы приехали с той стороны, вот там город, рядом с снежным фронтом Вот высота полюда 525 метров над уровнем моря В той стороне находится Чердень, там Вишера А это все бескрайняя тайга уральская Вот там камень Ветлан находится рядом с рекой, два километра от весной стены вдоль реки Вот эти две вышки, это бывшая ретрансляционная станция Посредством которой велось телевещание на район Сейчас она за неимением расформировывается Вот с приходом цифры все это уходит Чуть ниже находится вертолетная площадка, давно заросшая Вот где-то здесь вот под этими исполинами снежными Вот там еще один мощнейший фронт идет снеговой Вороны-экстремалы, да, вообще? Они здесь живут На всю голову отбитые, блин Это пара здесь живет Я их фоткал как-то летом, у меня в фокусе получились фотографии две А вот эта ниже Маша довольна Да ты молодец Добрался до таких вершин Свои молодые лето Скользко, скользко, да Скользко, скользко, да Смотри, там уже все, край сюда Ну пойдем Да, как там вдаль? Вот эта высота, да, такая Смотри, инстаграмма, нормально, пойдет Опа Омба Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха Я тебя, никто вот хочет... Выходи 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 он наверно мерзнет откровенно говоря прохладно ногам да ногам да прохладно немножечко прохладно пальцами пальцами замерзли прыг прыг давай прыгай тоже все мы уходим с горы уходим греться оставляет меня чтобы я пробежался пешком потому что у меня очень мерзнут ноги поскольку я в городских ботинках и просто в одних носках и вообще в джинсах так что я бегу пешочком как в старые добрые времена даже без лыж кстати вот на этой горке мы обычно в юности катались на сноубордах вот с этого горы приходили на весь день и гоняли сверху до низа несколько раз и 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 короче мы доехали обратно юра сам рулил но это мы не будем показывать конечно еще он не мог определиться кого ему надо папу или маму поэтому мы постоянно пересаживались я чуть не сломал себе хребет свой старческий кривой город мы пешком наверно пойдем или он просто сейчас его паркнет а потом выгонит обратно вот это панорама реки вишеры сейчас покажу забавное дело обычно здесь только одна полынь полы я для тех кто не в курсе да это вот открытые участки воды обычно полыня вот с той стороны потому что там большое количество ключей незамерзающих зимой даже вот но эта зима чем примечательно тем что полыни нынче 2 и так как был большой перепад воды буквально вот в дни когда встала река то есть льдом покрылась да я объясняю значение местных так сказать слов за большого перепада уровня воды получается что лед замерз на большом уровне воды но потом вода ведь она ушла немножечко и смотрите образовались такие вот торосы настоящие торосы на обычной уральской такой реке вот обычно не образуются знаете только на каких-то горных но в либо в морях либо на каких-то горных речках где существует большой перепад высот забавно что вишера на самом деле она достаточно горная река но в своем верхнем течение верхнее течение это ну соответственно верховья совсем недалеко от истока реки где река берет свое начало мы находимся сейчас в среднем течение реки где вишера уже приобретает достаточно равнинный характер именно поэтому торосы такого рода но скажем так не характерны старожилы вообще впервые видят такое я тем более вот такой краткий экскурс вот там через реку находится поселок набережный местные его называют экспедиция там раньше находилась георазведочная партия которая послужила но скажем так началом этому этого поселка здесь находится напротив производственная база заповедника а вот вот это наше скромное имение куда мы сейчас пойдем пить чай отогреваться приехали мы вот с той стороны полю до здесь не видно из-за того что здесь большая такая гряда которая перекрывает весь обзор вот так я выгляжу после поездки я отобрал усы на шарф и в общем то сейчас идем пить чай отогреваться отогревать ноги а еще дает иллюстрация к уровню снега без комментариев вот это старый дом там родился мой отец этому дому много лет это новый дом тут пока никто не родился но наверное есть все шансы для этого уровень снега вот еще одна иллюстрация да кстати мы сейчас находимся в деревне бахари вот вот я ломаю сосульку в деревне бахари каково вот так вот так и живем